В мае 2008 года мы подали документы, и получается, что в один день мы были приняты на работу в орган внутренних дел. Всю жизнь наши герои прожили в одном районе. Саша в городе Дядьково, а Наташа в одном из пригородных населенных пунктов. И ни разу они нигде не виделись. Их пути пересеклись в Центре профессиональной подготовки при УВД по Брянской области, где ребята проходили первоначальное обучение перед поступлением на службу в милицию в 2008 году. И с первых дней они подружились. С первого дня встречи, как только пришел еще сдавать документы, сразу же обратил внимание. Ну и после уже более близкое знакомство произошло уже в учебном центре и во время работы. После чего постоянно начал встречать с автобуса, на автобус отвозил. И так завязались наши отношения. Так это было? Алексей или Александр что-то приукрашивает? А наоборот что-то недоговаривает? Нет, было все так. Но подозрительно не так. После учебного центра пара молодых милиционеров поступила на службу в дядьковский отдел внутренних дел. Несмотря на полную занятость на работе, время для романтики Александра и Наталья находили всегда. Как бы разлука на работе. Она наоборот подстегивала вот увидеться там. Ну, нет, не мешала работа. Супруги все стараются делать вместе. После свадьбы Наталья даже пристрастилась к рыбалке, чтобы когда есть возможность отдыхать вместе с мужем. С такой женой не может быть сложностей. Мы мало ссоримся. Нам некогда просто. Ну это я сейчас дома сижу, а то, что когда ходили на работу, как бы виделись. Постоянное дежурство мои, Наталья. Поэтому каждый миг был в радость. Руга не было. Вообще, может быть, не было. Молодая пара живет любовью. Им неинтересна мирская суета и заботы. Они рады каждому дню, проведенному вместе. А когда появился маленький Степан, то эта радость многократно увеличилась. Угадывать каждое желание своего супруга – задача не всегда выполнимая для женщины. Но Наталья знает своего Сашу на все сто. И знает, чем вкусненьким его побаловать после трудного рабочего дня. Макароны запеченные в духовке с фаршем. Любит он очень под сыром. Действительно, глядя в глаза этой замечательной пары, понимаешь, что любовь и взаимное счастье существуют. А когда молодые родители берут на руки своего крохотного сынишку, то убеждаешься в этом еще больше. Александр Новиков, Андрей Гапонов. События Дядькова.